Режим рубеж это тот режим, в который ты заходишь побегать, пострелять, возродиться и по новой. Но не тут-то было. Нажимаешь на кнопочку возродиться, а возродиться нельзя. Даже когда тебя зарезали, всё равно ты не возрождаешься, всё. И как бы игра окончена. И знаете, это было весьма забавно, когда это работало в твою пользу. Но вот когда это работало против тебя, как-то не очень забавно. Причём, знаете, мы не сразу догадались, когда играли выходить просто ливать. Потому что думали, что нам кинут бан. Но нет, бана не было, потому что на это тоже был баг. И мы потом чуть позже уже это поняли и уже ливали из катки. Потому что, знаете ли, сидеть и ждать 15-20 минут, когда игроки доиграют катку. Ну, такое себе. Хотя, знаете, были ситуации с этим возрождением, когда вроде бы вся тима дохлая, никто не возрождается. И тут, хоп, бац, Христос Воскресе. Да, у них снайпер не встаёт, они не могут треснуться. Нет, давайте медика, давайте медика. Ну, карабай может. Давай, да, давай. Давай, давайте. О, у нас медик... А, чё ты треснулся? Ну, смотри, я... Я резнулся, ничего себе. Ты живой, Иисус Христос. Бля, сейчас эта запись выключу, а то мне чё-то лагает, бля, при записи. А бывало и так, что играешь себе спокойно, и тут, бац, экран загрузки. И он бесконечный, всё. Вы ничего сделать не можете, игра никак не функционирует, только перезапуск. Перезапускаешь игру, а назад в бой вернуться нельзя. Всё, нет такой возможности. Бой исчез без вести. Он нигде больше не упоминается, его больше нигде не существует. Все задания, которые вы могли выполнить в этом бою, награды, они тоже вам не начисляются. Всё, бой пропал без вести. Единственный, кто этот бой помнит, это реплеи, и то только тот участок, который они успели записать. Крайне неприятный баг, он даже больше бесил, чем баг с возрождения. Потому что если баг с возрождения можно было как-то использовать в некоторых ситуациях в свою пользу, то вот этот баг ни в какую пользу нельзя было использовать. Ну, разве только если вы проиграли, запустилась какая-то сцена поражения, и у вас тут, бац, экран загрузки. Ну, тогда да, не так обидно за поражение будет, потому что противники за свою победу ничего не получат. Помню, ещё была какая-то бесовщина с серверами. Постоянные подвисания, небольшие телепорты, причём не у меня одного, а у всей команды. И это было однократно в течение одного боя, причём интернет и пин их вроде как нормальные были. По всей видимости, это какое-то однократное явление, которое не имело массового характера. И что, я долго буду так лагать конченную игру? Алло. Ребята, ну вы серьёзно? Разрабы, я вас... Вот пинг нормальный, но вот что-то там с серверами, короче, я хер. На, летен си, а боссы. Летен си, какие-то там цифры красные вообще. Тысячи, две тысячи, три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч. Ебать, сейчас взорвётся у всего, спало. Две, три, четыре, пять тысячи, две тысячи. И сейчас сервера, не боимся. Не боимся сервера, один, аст. Надо эти терминалы активировать, чтобы скинуть на сервера. Да-да-да-да-да, мол, всё спало. Бедная инди-студия не справляется. Денег не хватает на сервера. Да, на этаж новый хватает. В общем, стартанул этот режим, мягко говоря, не очень хорошо. Из-за различных багов, то с возрождением, то с зависающим экраном загрузки. Было и такое, что бомба просто не появлялась и не было возможности заминировать ПВО. Или, например, стамина не восстанавливается в зоне восстановления выносливости. И это, в принципе, по сей день осталось, а нужно выйти и зайти обратно, чтобы она восстанавливалась. И на исправление всех этих багов понадобилась аштрих от фикса. Первый, который вообще ничего практически не улучшил. Второй, ну, немного улучшил ситуацию, баги с возрождением стали появляться намного реже. Ну и третий заключительный, который уже всё, так сказать, исправил. Ну, некоторые баги, конечно, остались, а, например, с выносливостью, ну, это уже не так значительно. К счастью, почти все баги исправлены, и режим играется играбельно. И что можно о нём сказать? Режим, по правде говоря, имеет право на существование. И играется вполне себе интересно, динамично и драйвово. Он не такой, как фронт. Он не играется пассивно, где вы сидите, спокойно себе точки захватываете. Или наоборот, упоролись, убили команду противника и опять же сидите, захватываете точки. Нет, тут постоянно происходит какой-либо движ. Нет, вы, конечно, можете сидеть, как и во фронте, захватывая точки, играть пассивно. Но, скорее всего, такая тактика боя приведёт вас к поражению, нежели к победе. Круто ещё то, что в этом режиме порой можно изменить исход боя на 180 градусов, где, казалось бы, безвыходное поражение, и тут, бац, получается камбэкнуть и сделать победу. Правда, к сожалению, не все союзники это порой понимают и нередко бывает капитулируют. А потом в конце боя такие, ну, я хотя не думал, что может быть победа. Например, у меня был бой, где у нашей команды было 4000 с чем-то там очков, и нам взорвали две ПВО. У команды противника было 4700 с чем-то там очков, и мы взорвали им одну ПВО. Казалось бы, это уже гарантированное поражение, нет смысла играть, капитулируем. Но нет, мы решили не сдаваться и идти до последнего. И пока мы до них добежали, у них уже было 4900 с чем-то там очков. Но мы каким-то чудом их смогли перебить, поставить бомбу, забрать документы, получить 5000 очков за документы вражеские. И все, оставалось ожидать, когда взорвется бомба, и мы выиграем. Но нет, у них заспавнился снайпер, и он начал бежать к офицеру поддержки, чтобы его добить и выиграть этот бой. Потому что у них совсем там чуть-чуть очков не хватало до победы. Я его пытаюсь как-то перехватить, немного по нему стреляю, но он все равно пробегает. Я бегу к нему, я выбегаю, он уже добивает офицера поддержки, и я просто на последних миллисекундах успеваю его убить. И все, мы ждем, когда взрывается бомба, и мы побеждаем. То есть тут банально зарешали пару миллисекунд. Если бы он успел его добить, мы проиграли. Вот так вот, казалось бы, проигрышный бой, но мы этот проигрышный бой вот так вот берем и выигрываем. И это далеко не единственный пример, когда получалось переломить исход боя в свою пользу. И это достаточно приятные эмоции, когда, казалось бы, проигрышный бой вы им берете и вытаскиваете. И вот знаете, раздражают игроки, которые чуть что сразу капитулируют. И в этом режиме очень часто игроки капитулируют. Взрывали одно ПВО, капитулирую. Чуть больше команды противника очков, капитулирую. Ну блин, ну что за тряпка, надо играть до конца, надо пытаться выигрывать бой. Шанс практически всегда есть выиграть бой. Переломить исход боя. Даже если вы не сможете и вы проиграете, по крайней мере, вы играли до конца, вы держались до последнего. Вы не отдали команде противника так легко победу. Вы им немножечко нервишки пощекотали и забрали у них тоже больше времени. То есть, блин, поражение, капитуляция, ну это позорное поражение, я считаю. Капитулировать еще имеет смысл, когда у вашей команды нет одного-двух союзников, там, вылетели или ливнули. Или когда команда противников попалась слишком сильная и она просто вас вообще щели имеет и вы абсолютно ничего им не можете сделать. Они просто вас понигилируют. Тогда, да, еще имеет смысл капитулировать. Но когда силы плюс-минус равны и еще есть какие-никакие шансы на победу, то почему бы не доиграть до конца? Зачем чуть что сразу сдобаться? Еще нельзя не сказать о том, что от режима достаточно знатно подгорает. Несмотря на то, что он играется достаточно неплохо, то горит от него так, как не горит от всех вместе взятых режимов в калибре. И горит в основном от ботов. То они ходят и тупят, то они за пару секунд тебя сносят. Или ты файтишься с игроком, и тебе бот флешку кидает, ты станешься, и тебя убивают. Но от этого просто настолько подгорает, насколько возможно. Бывает от стамины подгорает, когда она заканчивается, какие-то неудобные моменты, когда нужно быстро убегать или что-то забрать. А она у тебя закончилась, и все, как бы ей восстанавливается 3 года, это тоже раздражает. Лично у меня от мины еще нередко подгорает, особенно мины кита. Если мины фару или цан луна достаточно заметны, и их легко увидеть и отстрелить, то вот мины кита не такие заметны. Особенно на каких-нибудь ночных картах. Да и это не тот режим, в котором, знаете, есть время выцеливать их и высматривать. Порой бывают такие ситуации, когда просто нет на это времени, и нужно быстро поставить бомбу или стырить документы. Есть еще вещи, от которых не горит, конечно, но они порой раздражают. Например, когда у тебя есть бомба, ты не можешь взять документы. Почему? Ведь документы не относятся никаким отношением к бомбе. Или, например, у тебя есть усиление, но бомбу ты взять не можешь, или наоборот. То же самое с документами. Это раздражает. Я понимаю, когда у тебя есть документы, и ты не можешь взять еще одни документы. Это ладно, это принимается. Но когда у тебя есть документы, но ты не можешь взять бомбу или усиление, и наоборот, это раздражает. Особенно это раздражает, когда нужно действовать быстро. И ладно, еще документы их можно быстро сбросить, а вот усиление и бомбу так быстро не сбросишь. Ещё лично мне не нравится то, как работает усиление офицера поддержки. Например, ты его подбираешь, используешь, но если у тебя в команде выведено два союзника из строя, то на них это усиление распространяться не будет. И это порой как-то раздражает. Если использовал усиление, то пусть оно распространяется на всех союзников, вне зависимости, мёртвые они или нет. Разумеется, это не относится к усилению медика, потому что если бы воскресали бы добитые, то это уже слишком. То же самое можно сказать и о густе от Джаггера. Убили вы его, получили буст на 2 минуты, но если ты сдох и возродился, то буста у тебя уже больше не будет. И это тоже, блин, раздражает. Дали 2 минуты, то пусть будут 2 минуты постоянно, вне зависимости, сдох ты, не сдох, возродился, не возродился, 2 минуты, всё, вне зависимости от того, какая там ситуация могла быть. Неважно. Кто-то может сказать, что это сделано во имя баланса, но кто бы говорил о балансе? О каком балансе может идти речь, когда в игре есть медик, который хилит через всю карту, из-за чего в этом режиме все остальные медики просто нерентабельны. Или штурмовик, который копирует ботов, противников, неважно кого, и бегает под невидимостью, в случае чего он может кинуть тебе флешку и просто под дробашом тебя замочить. Это как бы баланс, да? И причем, знаете, самый прикол, например, та же Слай единственная может просто подбежать к Джаггеру, скопировать его, получить 300 хп и просто всю команду разнести в пухлых прах. Или просто этого Джаггера спокойно разнести, и он на нее реагировать не будет. Это баланс? О каком балансе может идти речь? Так что о балансе можете даже не заикаться. И это еще одна проблема этого режима, именно очень жесткая привязка оперативников к этому режиму. Вот, например, из медиков, кроме Фраера, тут нет смысла кого-либо еще брать, потому что он хилит через всю карту, и это огромный его плюс. Вы возьмете какого-нибудь Оса или Каравая, да, вы будете хилить тиммейта, который рядом с вами находится, или там парочку тиммейтов, но вы не будете, например, хилить какого-нибудь снайпера, который на пальмовой дороге на длине сидит, там сам со снайпером вражеским перестреливается, и Ботова стреляет, потому что вы не находитесь рядом с ним. Вот, в крайнем случае вам нужно будет постоянно туда-сюда метаться, и вы можете просто прогавить момент, не успеть кого-то подхилить. Поэтому в этом режиме Фраер наш кандидат, все как бы. Другие медики просто нерентабельны в этом режиме. То же самое и со штурмами. Тут наша кандидатка это Слай, которая копирует все, что движется, и бегает под невидимостью. Тут, конечно, ситуация получше, можно взять того же Лозочка, который тоже может накладывать на себя невидимость, или Мустанга, который может подсветить всю команду противника. Тоже как бы неплохо, но в любом случае Слай будет лучше. Ну тут хотя бы есть выбор, можно взять кого-нибудь другого и тоже неплохо отыграть. А вот в случае с медиками, тут реально Фраер наш кандидат, и больше никто. Потому что если вы возьмете кого-нибудь другого, то каким-нибудь союзникам будет не хватать хила от вас. Лучше всего обстоят дела, это у поддержек и снайперов, потому что там можно брать практически кого угодно, и давать неплохие показатели. В общем, проблем в этом режиме хватает. Некоторые, в принципе, и так в игре давно существуют, просто в этом режиме они особо ярко выделяются. Но тем не менее, несмотря на всё это, режим играется весьма себе неплохо, и имеет право на существование. Я лично хотел бы, чтобы он остался на постоянную основу. Но по окончанию марафона, лично я сделал бы перерывов пару недель, потому что меня этот режим, мягко говоря, достал. И хочется как-то отдохнуть от него, и во время марафона нет такой возможности, потому что нужно фармить жетоны, чтобы выкупать как можно больше товаров из арсенала. И при этом ты получаешь эти талоны, и ты не можешь их выключить. Знаете, как по аналогии с бустерами. Получил талон, выключил его, и играешь себя спокойно в другие режимы. Захотел поиграть в рубеж, включил талон, и играешь в рубеж. Нет, так сделать нельзя. Поэтому если у тебя есть талон, то играть в другой режим просто нецелесообразно, потому что вот этот талон зря просрёшь. Поэтому вот так вот. А у меня на этом всё. Оценивайте видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и всем пока. Я сижу бухаю, мне вообще похуй. Даже дверь открыта. Субтитры сделал DimaTorzok